Девушки отдыхают 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 Время на танцполе летит Быстро В следующем году Разрушители тишины Отмечают свое уже Двадцатилетие А в этом году Привезли свой новый Альбом Конвертинг В следующем году В следующем году В честь нашего юбилея Мы выпустим альбом В лучших традициях Старого транса И конечно Будет много-много Вечеринок по всему миру. Усталости Infected Mushroom не ощущают и вообще призывают считать юбилей лишь двухлетием группы, ведь 20 лет звучит слишком громко. В Москве при поддержке канала Bridge TV состоятся концерты звезд мирового рока. 15 ноября в столичном клубе Вольта выступят победители Евровидения группа Лорди. 4 ноября в клубе Rage Just Arena в Москве концерт немецких героев рока Умф. Команда представит новый 12-й альбом и все лучшие хиты. Привет, Москва! Мы группа Умф из Германии и мы ждем нашего столичного концерта. В этот же день, 4 ноября, на сцене столичного клуба Stadium Life свое 30-летие отметит концертом легендарная группа Megadeth. Приобретайте билеты сейчас, они разлетаются слишком быстро. Нам не терпится вас всех увидеть. Одни из главных звезд финского рока едут в столицу. 25 октября в Москве в клубе Stadium Life при поддержке канала Bridge TV пройдет совместный концерт групп Хим и Расмус. У нас будет большое шоу 25 октября. Мы сыграем все свои главные хиты. Не пропустите. Предыдущие совместные выступления Хим и Расмус прошли в России почти 10 лет назад. Так что пропускать совместное возвращение не рекомендуется. Из кинематографа на музыкальный олимп и обратно. Немало звезд музыки попробовало себя на большом экране, зато куда меньше звезд кино решило стать музыкантами. Но эта тенденция не коснулась актеров Уилла Смита и Дэвида Духовны. Знаменитый агент Малнер записал в этом году свой дебютный альбом, а номинант на Оскар Уилл Смит возвращается в музыку после 10-летнего перерыва. Старина Уилл Смит, стартовавший как певец еще в конце 80-х, выпустил свой последний альбом целых 10 лет назад, после чего окончательно погрузился в мир кино, но недавно вернулся к истокам и записал 30 новых песен. Я взял ручку и блокнот и стал писать тексты. Ко мне подошел мой сын и сказал, папа, что ты делаешь? Я ответил, что сочиняю, а он сказал, нет-нет-нет, папа, для этого же есть телефон, там можно хоть голос записывать, хоть текст напечатать. А я ответил, нет, это не то. Зато мировой тур будет в самый раз. Уилл Смит намерен отправиться на гастроли в следующем году. Возможность путешествия – это одна из причин, по которым я вообще пришел в этот бизнес. Коллега по миру кино Дэвид Духовный тоже нагрянул в музыкальный бизнес. Дебютный альбом «Звезды секретных материалов» вышел в этом году. Актер взял в руки гитару несколько лет назад. Я просто начал играть песни, которые я люблю, например, группы Rolling Stones и многих других. После этого я понял, что в рок-н-ролле всего 4-5 аккордов. Довольно просто. Так и родился дебютный альбом собственных песен «Hell on High Water», который тоже не лишен простоты. Надеюсь, что мои мелодии получились броскими, а слова доступными. Я просто хотел сделать песни, понятные каждому. Друзья, вы смотрите канал Bridge TV, и мы продолжаем наши музыкальные новости. Джастин Бибер недавно вновь стал поводом для обсуждения. Поп-звезду заковали в цепи и отправили прямо на дно бассейна. Но, к счастью, это лишь сюжет новой провокационной фотосессии. Также недавно отличился и свежий сингл Джастина «What do you mean?», собрав более 2 миллионов просмотров благодаря танцорам на модных нынче сигвеях. Джастин Бибер активен как никогда. Вскоре свет увидит четвертый альбом певца Purpose. В его поддержку и последний клип «What do you mean?». Также певец принял участие в фотосессии для журнала, где звезду сковали в цепи и отправили на дно бассейна. Видео получилось колоритным. Продвижению свежего сингла Джастина помогли и танцоры на сигвеях, станцевав под песню «What do you mean?». Видео набрало более 2 миллионов просмотров. Новый альбом Джастина Бибера должен выйти 13 ноября. Я ненавижу, когда люди говорят про свой новый альбом так «О, он такой другой, он так отличается от всей остальной музыки». А потом ты слушаешь его и понять не можешь, что в нем особенного. Я не знаю, что особенного в моем новом альбоме. Просто он очень классный. Выпускает свою новую пластинку и певица Анастейша. Месяц назад, в день рождения звезды, все могли увидеть лучшие клипы певицы в эфире ведущего музыкального канала Бридж ТВ. Ну а о своей новинке Анастейша рассказала нам по телефону. Продуктивность Анастейши за последние 15 лет вылилась в 6 альбомов. Две новинки, а также лучшие хиты вошли в новый сборник певицы Ultimate Collection. С выбором трека в звезде помогал рекорд-лейбл. Я вообще хотела включить в него все свои песни. Для меня муки выбора просто ужасны. Спасибо моему рекорд-лейблу, они здорово помогли мне. За годы карьеры певице пришлось дважды и, главное, успешно сразиться с тяжелой болезнью. Так что одна из новых песен на альбоме под названием «Take this chance», то есть «Идти на риск» оправдывает себя. Наверное, я какое-то животное, и у меня много жизней. Я продолжаю дорожить ими, ведь я люблю жить. Так что рисков на моем пути было больше, чем достаточно. Сейчас певица, по ее словам, прекрасно себя чувствует и хочет наслаждаться жизнью вместе с фенами, которые услышат новую пластинку этой осенью. Друзья, на сегодня это все музыкальные новости. Меня зовут Андрей Галтеев. Вы смотрели программу «Ньюз Тайм» на канале Бридж ТВ. Пока! Бридж ТВ рекомендует финские монстры хард-рока «Лорди». Снова в России 15 ноября. Клуб «Вольта». Победители конкурса «Евровидение-2006» представят новый альбом и исполнят свои лучшие хиты. 15 ноября. Клуб «Вольта. Лорди». Новые устрашающие образы и впечатляющие хард-рок-шоу. Билеты по телефону 495-228-2080 и на сайте по номиналу.ру. Бридж ТВ рекомендует. 4 ноября. «Рэй Джаст Арена». Революционеры немецкой музыкальной сцены группа «Умф». Самые яркие представители индастриал металла отметят в Москве 25-летие творческой деятельности большим концертом. 4 ноября. «Рэй Джаст Арена». Группа «Умф». Презентация нового альбома и лучшие хиты. Билеты по телефону 495-228-2080 и на сайте по номиналу.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова